Купил фанеру для облицовки нашего каркаса, который мы уже сделали. Она у нас очень легкая получилась. Даже делали самолеты. В общем, сегодня я был в магазине, купил фанеру для облицовки нашего каркаса, который мы уже сделали. 6 миллиметров шлифованная фанера. В общем, мы сделали каркас. Каркас у нас дисковский, 20 миллиметров клееный. Она у нас очень легкая получилась. Здесь мы будем сегодня делать облицовочку внутреннюю. Ребята, мы положили наш скелет на эту фанеру. Перед тем, как мы будем его приклеивать, мы его обведем карандашом. Для чего мы это делаем? Чтобы предварительно вырезать примерно форму нашей облицовки. Потом он будет полностью обрабатываться фрезой, чтобы у нас была просто идеальная форма, идеальный угол. Потому что это все будет вместе склеиваться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И поехали на пилораму Купили материалы для будущей крыши нашего прицепа. И на удивление нам эта фанера досталась по большой скидке, потому что моя бояшка муж очаровал продавца этого дерева. В общем, нам досталось вдвое дешевле это дерево, чем оно было изначально по цене. Вот так оно выглядит. Вот. Это у нас фанера. Как вы уже видите, она у нас очень тонкая. 5 миллиметров. Что интересно у этой фанеры, что она очень хорошо гнется. Это надо будет нам для крыши, потому что у нас прицеп он эллипсом идет. Она очень стабильная. И раньше из этой фанеры даже делали самолеты. Друзья, сейчас вы видите конечную форму нашей Мурсии. Она такая закругленная, очень плавная, обтекаемая, красивая форма. И здесь мы уже вырезали проемы для будущих наших дверей. Поскольку мы в общем люди альтернативно мыслящие, мы не стали делать двери квадратными. Хотя, конечно, это было бы намного проще. Но чтобы сохранить общий вид прицепа более плавным и обтекаемым, мы двери также сделали закругленными. И чуть попозже вы увидите, как в эти закругленные двери мы вставляем окна. Такие же, не менее закругленные. Также у нас здесь есть уже выходы прорезанные для розеток. Здесь будут у нас выключатель и розетки для зарядки наших девайсов. В общем, там кипятильников и всех других штук, которые в кемпинге вам могут понадобиться. Весь электрический узел в нашем процепе будет сосредоточен в задней части, ближе к кухне. Вон там уже тоже есть выход. И о том, как мы проводим электричество в нашем процепе, мы тоже расскажем вам отдельно.